Всем привет! В этом видео мы с вами отправляемся в Брюссель, чтобы провести очередной семинар и показать достопримечательность города. Это мой первый прилет в эту страну для проведения семинара. Я надеюсь, что все будет хорошо. После перелета что нужно сделать? Правильно потренироваться. Мне всегда нравится, когда есть высокие потолки и когда есть еще свет сверху, потому что это всегда хорошо для съемки. И здесь будет пати. В субботу и в воскресенье, когда мы вернемся, уставшие, потные и грязные, здесь я поставлю большую бутылку с пивом, потому что мне сказали, что здесь в Бельгии порядка 5000 разных сортов пива. Сяду, буду смотреть на вот это вот все и не буду это пить, но пока все закрывается и думаем только о работе. А ты всегда любил холодненько покушать? Значит, на самом деле я кушаю мало. Я не знаю почему, но в сборной всегда по сравнению с теми категориями, которыми я выступал, я ел намного меньше. Не знаю, с чем это связано. Но очень люблю сладкое. Это мой Горешов. Сегодня у нас первый день рывок. Сначала делаем теорию, потом практику, потом тренировку, вопросы-ответы. И завтра уже тоже самое только будет для взятия на грудь и толчка от груди. Это самый лучший способ для того, чтобы передать информацию и чтобы люди могли ее принять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом били первую часть теории. Рассказали всем о том, как и что происходит с нашим телом. И теперь начинаем брать в руки что-то потяжелее. А потяжелее это палочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что многие аттесты, которые спрашивают вот так. Но вопросом это, сколько долго? Один месяц, шесть месяцев, десять лет. Как долго вы будете делать это? И следующая вопроса, что цену для операции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почему мы делаем это, я вам объясню в одном секте. Но вы должны чувствовать болезнь здесь, в центре вашего тела. Без болезнь должен быть здесь, а не здесь. Потому что это место контента, а не здесь. И после этого мы перевернем гриб от BBC к бару. Почему к бару украли? Почему к бару украли? Потому что в один момент мы ударим к бару. Мы не делаем это. Мы в контакте с баром и к бару украли. Это произошло с 20 кг и 200 кг. Мы должны быть в контакте с баром. Поэтому в этой позиции не двигайте ноги вперед. Потому что если вы двигаете ноги вперед, то вы двигаете центральный телескоп на ноги. Если вы двигаете телескоп на ноги, то будет сложно ударить к бару. Для вас это должно быть три пальца здесь и три пальца здесь. В силу положения должна быть в порядке. Да, я чувствую себя. Вы чувствуете болезнь? Да, я чувствую себя. Сейчас попробуем сделать силу. Да, да. Вверх. 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 Хорошо. Это вторая часть первой части. Сейчас переходим уже к тяге и к стартовому положению. Потому что вся прогрессия идет сверху вниз. И сейчас мы будем работать над первое это стартовое положение. Потому что есть такая пословица, что маленькие ошибки в стартовом положении приводят к большим ошибкам над головой. Поэтому все очень правильно нужно сделать в самом начале. Мы попробуем расширить левую ногу. Для этого. Мы возьмем эту позицию. И мы нажимаем наши ноги с ногами. Это сделает левую ногу прямая. И это поможет вам расширить левую ногу. Из этой позиции мы двигаемся. Словано. Бар. И мы начнем работать с контрольными точками. Номер один. Немного. Наши обе должны быть перед наших ногами. Немного. Немного. Наши руки и нашу левого боку должны быть стройными. Наши ноги и наши ноги в одну сторону. Если они будут şu. В этой части, он будет здесь. Если они будут в этой части, он будет здесь. Так что нижники и ноги должны быть в одну сторону. Если его высота от 165 см и от 183 см, то ноги и ноги должны быть почти в одной линии. Не вот так, не вот так. Это значит, что когда вы тренируете самостоятельно, без coachа, вы можете проверить себя с этим не официальным правом. В этом положении. Лифт-off. 1, 2, 3. Мы делаем это движение. Мы двигаемся на ногах и на ногах, чтобы проверить баланс. Потому что если мы делаем это, то мы делаем на ногах. Поэтому мы двигаемся на ногах. Мы двигаемся на ногах, на ногах и на ногах. Чтобы чувствовать себя в целом. 1, 2, 3. Стандап. 2, 3. 2, 3. 4. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. Если на семинаре заиграла музычка, это значит, что время поднимать. Сегодня ребятам предложил остаться больше на зоне 50-60% для того, чтобы отработать движение. Потому что многие, кто из этой группы новички. Либо есть пару человек, которые после травм. Поэтому лучше зацепиться на маленьком весе, но отработать это хорошо. Играть в жизни50 τα Bossали с 5000 км. Украинец. Он такой. Мы ниже. Украинец. Играть в жизни對不對 Продолжение следует. khai-му saw, èse, ученись papers. Еще раз, но слегка, немного быстрее, ты делаешь это, так далеко от платформы. Попробуйте немного, меньше мощности. Продолжение следует... Ребятки потрудились хорошо, но на мороженое не заработали. Субтитры сделал DimaTorzok Пришли на самую главную достопримечательность в этом городе. Это площадь, которую они называют почему-то самой маленькой площадью в Европе. Здесь большое количество кафешек. В тех зданиях, которые здесь по кругу, во многих из них музеи, большое количество коммерции. Мне просто даже интересно, какая аренда здесь, потому что здесь реально очень много людей. Очень крутое место. Редактор субтитров А.Семкин